В режиме видеоселектора на связь вышли все муниципалитеты края. В работе совещания под председательством губернатора Кубани принял участие глава Анапы и члены Анапского штаба по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Украины. Особое же внимание на селекторе было уделено тем муниципалитетам края, которые определены для временного размещения беженцев из Украины. На сегодняшний день пункты приема переселенцев открыты в 35 из 44 муниципалитетов. В одном из таких районов в Кущевском побывал сегодня губернатор Кубани Александр Ткачев. Проинспектировал палаточный лагерь для беженцев, а затем провел краевое и селекторное совещание. На нем обсудили процедуру оформления документов, которую необходимо пройти гражданам Украины для придания статуса беженца, постановки на миграционный учет и дальнейшего трудоустройства. Все вопросы требуют тщательной проработки. Наши соседи, именно Ростовская область, они, естественно, соприкасаются непосредственно с Донецком, рядом, естественно, в Луганской области. Они не справляются с огромным потоком, который продолжает расти. И поэтому, конечно, часть из них переправляются на Кубань. И, конечно, мы для их приема организовали на границе Кущевского района, палаточного лагеря для посетива его. В общем-то, считаю, что он отвечает всем санитарным и бытовым уровням, для того, чтобы люди были там в короткое время. Желая его, может, одновременно. Конечно, наша задача, по большому счету, это наши братья, наши родственники, по крови и подставить плечо. В 35 муниципалитетах составлены реестры пустующих домов для временного размещения. На сегодняшний день количество учтенных легальных беженцев составляет 5252 человека. Главы районов, активно занимающиеся приемом беженцев, отчитались о проделанной работе. В Анапе создан и работает штаб по оказанию гуманитарной помощи гражданам, покинувшим территории Донецкой и Луганской областей Украины. Открыт пункт сбора гуманитарки. Все прибывающие в город-курорт направляются в миграционную службу для постановки на учет. Проходят анкетирование и медицинское обследование.